Друзья, всем здарова! Вы на канале Белосиний. И сегодня, наконец-то, долгожданное видео, которое вы меня просили записать, про ганского новичка киевского Динамо Мохаммеда Кадири. Пока я расскажу основные тезисы, которые нужно знать про Кадири. Вот здесь появляется статистика, можете ее посмотреть. Это молодой футболист, 23 года. Он начинал свою карьеру в Гане, на родине, после чего в возрасте 20 лет перешел в Венскую Аустрию, но там себя проявить так и не сумел. Начинал он на позиции центрального защитника, где играл и на родине, и в Аустрии. И в прошлом году он отправился на правах аренды в Тульский Арсенал, где его использовали на позиции опорного полузащитника, где он, собственно, и раскрылся. Кадири – это игрок, у которого, естественно, оборонительные навыки преобладают над атакующими. Он такой типичный разрушитель, которого, кстати, на данный момент нет в киевском Динамо. Он здорово играет головой, хорошо чувствует себя в силовых единоборствах, в верховых единоборствах. Атлетичный, мощный игрок, хорошо ставит корпус, делает огромный объем черновой работы. И что очень важно, вот я люблю очень таких центральных полузащитников, которые принимают мяч лицом к своим воротам, чувствуя прессинг. Он не сразу хватает за пару и отправляет мяч ближайшим центральным защитникам, на вратаря бьет. Нет, он очень хорошо чувствует, когда ситуация опасная, необходимо отдать мяч, а когда можно принять, развернуться. Он вот такой футболист редины поля, который способен рисковать в таких ситуациях, потому что он принимает, ставит корпус. Он в любом случае не отдает мяч. Он либо подставляется под фол, либо начинает вязать своего оппонента и сам фолит. Но когда у него получается развернуться лицом к воротам соперника, то, естественно, сразу же возникает опасность, сразу же возникает динамика у атаки. И это очень классное качество, потому что он способен и с мячом сам хорошо двигаться. Достаточно техничный игрок, хотя как таковой скорости у него нет. И скорость работы с мячом тоже у него невысокая. Но при этом у него получается обыгрывать своих оппонентов. Тут сразу в голове всплывает Яя Туре, который подтверждает, что скорость работы с мячом для обводок это далеко не самое главное. Что еще можно отметить? Очень понравились мне его диагонали. Вот Тульский Арсенал, у них очень сильные вингеры. И у них идет упор на фланге, естественно. И вот какая штука мне понравилась. Это что Кадири способен при своих вот этих вот разворотах лицом к воротам соперника, он способен делать длинные качественные диагонали на вингеров, которые открываются. Для Динамо это крайне важно, потому что у нас по флангам цыганков вербич. Если они будут на скорости набирать, он способен делать вот эти вот передачи на ход. Но, честно говоря, каких-то передач обостряющих в переднюю линию ждать не стоит. В принципе, были моменты, где он пытался, вот я смотрел, которые нарезки, где он пытался делать эти передачи. Но задумка есть, вот исполнение хромает. В принципе, если он его подтянет, по идее он делает хорошие эти передачи, но просто их не исполняет. Также необходимо отмечать, что второй этаж это весь его. Он очень хорошо выпрыгивает, хорошо чувствует себя в борьбе, подключается на стандартах. То есть, это такая боевая единица при верховых единоборствах, сильная. Что мне нравится в Кадири, это то, что он делает все очень спокойно, очень как-то размеренно. У него нет никакой ни паники, все в его действиях как-то очень цельно. И даже, вот как я уже говорил, скорость работы с мячом не настолько высокая, но он настолько рационально пользуется вообще мячом. Он делает просто идеально точное количество касаний, которое требует ситуации. И это, конечно, огромный плюс. Что касается дальних ударов, я так понял, что есть у него удар сильный, дальний, поставленный. Но он его очень часто, очень долго готовит, очень предсказуемо это делает. И в большинстве случаев соперники просто успевают его накрыть. Но когда не успевают, тогда возникает опасность у ворот соперника. Теперь же давайте поговорим о том, как его использовать в схеме Динамо. Зачем он вообще Динамо? Я не знаю, какие мысли у Александра Хацкевича, но по первому матчу в Австрии против Баташани было видно, что он играл на позиции центрального защитника. Я не знаю, честно говоря, я думал, что его все-таки в среднюю линию приобретают. Именно там он себя показал, в тульском арсенале. Ну, не знаю. Но есть у меня мысль, что он как раз-таки будет использоваться и там, и там. Это как раз очень подходящий игрок. Сразу мне вспоминается другой африканский футболист, который играл в киевском Динамо. Это Айла Юсуф, который играл в опорной зоне, но также свободно мог закрывать и позицию центрального защитника. Вот сейчас объясню, какие у меня мысли по этому поводу. Кадири очень здорово действует против команд сильных. То есть, когда его команда играет вторым номером, большая нагрузка на опорную зону. И здесь Кадири себя проявляет крайне позитивно. Так было в чемпионате России в матчах с Грандами. Кстати, тульский арсенал у себя дома обыграл Спартак 3-0. Обыграл ЦСКА 2-0, обыграл Зенит 4-2. И во всех этих матчах Кадири блистал. То есть, он выжигал всю опорную зону. И они просто своего оппонента ловили на быстрых атаках, за счет чего и выигрывали эти матчи. Поэтому я считаю, что Кадири как раз-таки в матчах с более слабыми соперниками в чемпионате Украины, с Колосом, с Олимпиком, в общем, с более слабыми командами, он не нужен в средней линии, потому что в основном необходимо созидать и большими силами напрягать оборону соперника. И здесь, возможно, он будет использоваться в центре обороны. А когда необходимо будет играть с соперниками посильнее, типа Шахтера или соперники, которые будут уже в квалификации в Лигу чемпионов, вот здесь его необходимо ставить как раз в опорную зону, когда уже более оборонительная тактика выбирается на игру, и когда осознанно отдается мяч сопернику, то здесь как раз Кадири пригодится в опорной зоне. Это очень здорово, потому что такого футболиста у нас нет. И я думаю, он принесет большую пользу киевскому «Динамо». При этом давайте не забывать, что ему всего 23 года, и это говорит о том, что «Динамо» провернуло неплохой трансфер и может еще и продать этого футболиста, если он сможет себя проявить. Кстати, на трансфер-маркете до перехода его в тульский арсенал, в Аустрии он оценивался в 500 тысяч евро, а после того, как провел удачный сезон, один. В России стал оцениваться в 2,5 миллиона евро. Ну, достаточно неплохой рост. Ну и последнее, что хотел сказать. Немаловажно, конечно, что он сезон поиграл в России. Это говорит о том, что ему будет проще адаптироваться к нашей стране. Наверняка какие-то базовые слова на русском языке он знает. Наверняка его уже не удивишь какой-то зимой. Поэтому эти все вещи – это мелочи. Но это такие мелочи, которые очень часто становятся непреодолимым препятствием для легионеров. Поэтому, скажем так, все у него есть для того, чтобы проявить себя в киевском «Динамо». И когда я делал обзор на ДП, я говорил, что я не верю, что он будет играть в «Динамо». Как видите, я ошибся. Он и концовку сезона играл, и сейчас там вроде как играет на сборах. Но вот, что касается Кадери, я практически уверен, что он будет основным игроком «Динамо». Вот где именно будет использоваться – это другой вопрос. Может, у Хацкевича какие-то другие мысли. Но я вот вижу с более слабыми его в центре обороны, с более сильными соперниками в опорной зоне, что будет развязывать руки таким игрокам, как Шапаренко, Гармаш. И меньше обращать внимание именно на оборону, а больше концентрироваться на атаку. Надеюсь, я ничего не забыл. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте друзьям. Спасибо вам большое за просмотр. Белосиний – самый сильный. Пока!